Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова По каким критериям проходил отбор? Критерии для отбора получателей грантов, они установлены у нас положением, которое утверждено постановлением администрации. Соответственно, сначала оценивается качественная критерия, которая указана в бизнес-плане. Там следующие критерии – это вложение собственных средств, это трудоустройство, это бюджетная эффективность и проработка бизнес-плана. По этим критериям оценивают эксперты и затем уже заключение дает комиссия по грантам. Несомненно, что предприниматель его проект должен приносить пользу округу. Конечно, однозначно. Проекты должны быть направлены на оказание каких-то новых видов услуг для нашего населения, занятости населения, получение дополнительных доходов в бюджет округа в виде налогов. То есть, конечно, эти проекты у нас приоритетные и поддержку получают именно те проекты на рынке, в которых менее развиты. То есть, если нет, допустим, рынка какого-то определенного у нас, и какой-то проект заявился, то вероятность, что его поддержат достаточно высок. Давайте теперь подробнее остановимся на каждом проекте. Интересно узнать, что это за проект? Да, ну, конечно, первый проект – это крестьянско-фермерское хозяйство в селе Несь. Они уже давно владеют коровами и, соответственно, обеспечивают молоком деревню. Они попросили грант на развитие нового направления в своем бизнесе. Это упаковка молока для его более длительных сроков хранения и реализации, возможно, и в какие-то учреждения. То есть, если свежее молоко они в течение суток продают, то пакетированное молоко будет дольше храниться, соответственно, больше возможности реализации его будет. А мы можем говорить имена? Это же, наверное, не секрет. Ну, да-да-да, конечно. У нас Ардеева из Неси, глава крестьянско-фермерского хозяйства, получила грант на развитие. То есть, у нее есть хозяйство, у нее есть животное, она уже реализовала молоко. Да, у нее есть животное, она уже реализует это молоко, не только у нее. Они планируют объединить нескольких предпринимателей, которые реализуют молоко в селе Несь, для того, чтобы загрузить вот те мощности, которые они сейчас создают. И, по-вашему, этот проект, это... Да, этот проект, проект сельское хозяйство, сельское хозяйство вообще, оно всегда находится в приоритете, потому что оно дает именно эффект для наших жителей, потому что там и свежее молоко, и свежие продукты, что, конечно, очень приятно на крайнем севере. И немаловажным сыграло то, что действительно проработка и бизнес-плана, и показатели, она реально, реально стоят оценки, и то, что это село, а бизнес на селе всегда поддерживается на территории округа. Сельское... из сферы сельского хозяйства это был единственный проект? Из сельского хозяйства проекты еще были, заявлялись, но, к сожалению, поддержку не получили по различным причинам. Еще какие проекты были? Также у нас есть проект общества с ограниченной ответственностью в Беловодье, и они планируют здесь производство лодок из стеклопластика, производство лодок, ремонт лодок. Соответственно, у нас будет собственная мастерская в округе, которая производит маломерные суда, и это будет положительно сказываться на стоимости, мы надеемся, и на возможности приобретения данной продукции. Здесь именно у нас на территории не придется заказывать с большой земли. Этот проект уже работает или только они собираются? Этот проект уже частично реализуется, то есть уже из стеклопластика они модели делают, но пока им необходимо будет еще пройти сертификацию изделий, потому что они должны быть проверены на безопасность. И только после этого уже будет реализация массовая с сертификатом соответствия. Интересный проект достаточно. Такое маленькое производство, мини-производство. Именно на территории округа свое, работают они с российскими поставщиками, поэтому вопросы импортозамещения здесь тоже сыграли свою роль. Что еще? Также у нас были поддержаны интересные проекты по работе с детьми. Это и образовательное направление. Наш предприниматель Виприо Татьяна, она хочет заниматься с детьми дизайном, с журналистикой, различными спортивными играми, планирует это открыть в районе нового поселка. Соответственно, дети будут получать как дополнительное образование. В дальнейшем она также планирует получать и лицензию на образовательную деятельность, для того чтобы полноценно осуществлять ее. И, соответственно, расширить спектр тех услуг, которые предоставляются детям на территории города Наринмар. И также получила грант у нас предприниматель на развитие игровой комнаты для детей. Сейчас она уже открылась, работает, и для окончания проекта, для реализации его в полном объеме она получила грант и будет еще усовершенствовать свою комнату для развлечения детей, для того чтобы они могли провести там веселое и интересное время. Я вот хочу вернуться к Татьяне Вепревой, организации студии дополнительного образования детей и взрослых. А не шла речь о какой-то стоимости примерно вот этих услуг, которые будут оказываться в этом центре? Стоимость услуг, они рассчитывают в бизнес-плане, и стоимость различна. У них разные тарифные планы и разовое посещение, и на неделю. Поэтому тут для каждого, еще и для каждого направления свои тарифы, поэтому надо будет более четко смотреть уже при реализации проекта. А вот в будущем мы можем говорить о том, что вот этот центр, эта студия, они могут претендовать на часть какого-то госзадания, допустим? Об этом у нас всегда, не всегда, об этом у нас идет речь. То есть государству, в принципе, безразлично, кому отдавать услуги государственные, да? Если они будут, при условии, конечно, при условии, что если они будут предоставляться в соответствии с законодательством, на таком же уровне, как и в государственных учреждениях, потому что это наши дети, и о них необходима забота соответственного качественного уровня. То есть если предприниматели смогут создать такой уровень, в принципе, у нас есть примеры, что действительно на высоком уровне они работают, то госзадание торговать в дальнейшем возможно. Но начинание в любом случае хорошее, да? Еще вот тут вижу базу отдыха. Да, базу отдыха, потому что поддержан данный проект, потому что туризм является одним из приоритетных направлений развития округа. Соответственно, был представлен проект с базой отдыха, который находится в поселке Факел, получается. В принципе, в хорошей транспортной доступности была представлена презентация базы, рассказана о ней, и комиссия решила также поддержать данный проект. Данная база сможет служить перевалочным пунктом для тех туристов, которые приезжают нам в округ, потому что многие из них имеют такие запросы, что я приезжаю и хочу жить не где-то в гостинице, а уже в таком своеобразном месте, которое бы меня от цивилизации немножко отключало. Соответственно, спрос на данную услугу есть, и предприниматель уже работает с нашим туристическим агентством Красногорода, у него заключен договор о намерениях о дальнейшем движении вперед совместном. То есть, в принципе, возможно будет тех туристов, которые к нам приезжают, там размещать. А только на туристов или на местное население тоже ориентировано? Конечно, на местное население, конечно, тоже может пользоваться данными услугами, потому что загрузка, как мы знаем, туристических потоков, она варьируется в зависимости от времени года, и поэтому будет свободное время, конечно, для жителей округа абсолютно на тех же условиях предоставляться будет данная база. И вот вижу еще один интересный проект, промышленный альпинизм. В чем его, скажите? Альпинизм, да, у нас... Все мы знаем проблему весны нашей, когда на крышах много сосулек, много снега, необходимо очищать эти крыши. Соответственно, у нас один из предпринимателей заявился с такой идеей, что он будет развивать промышленный альпинизм здесь у нас. То есть он уже сейчас работает, сейчас ему нужно просто расширить штат, потому что он понял, что объем работ достаточно большой. Расширить штат, обучить, купить необходимое оборудование. Вот. И по договорам с управляющими компаниями он чистит крыши, ремонтирует крыши в летний период и имеет соответствующие сертификаты, допуски для этих работ. А как у нас раньше эта работа? Каким образом делась? То есть управляющие компании сами, своими силами? Нет. Раньше вот он уже в последнее время работает с управляющими компаниями, просто он понял, что с объемом он уже один не справляется, ему необходимо... Один на этом рынке? Ну, я так понимаю, на рынке, и на этом я так понимаю, что он один. Может быть, у него есть кто-то помощник, но сейчас вот он сказал, что необходимо обучение двух человек, которых он хочет взять. Это, соответственно, в Москве, в специализированном месте. И оборудование для промышленного альпинизма ему тоже надо купить. Это все, это семь проектов, да, получается, мы обсудили. Какие средства были направлены? Средства, у нас основная часть средств, 3 миллиона 80 тысяч, полученные с федерации, участвовали весной в конкурсе, который проводил Минэкономразвитие, и заявка неизвестного автономного округа соответствовала всем требованиям и получила федеральное финансирование. Также необходимо отметить, что округ добавляет своих средств, это по условиям соглашения с Минэком, и мы, соответственно, эти деньги провели, конкурс грантов. Примерно 300 тысяч окружных и 3 миллиона федеральных. Первый конкурс, который проходил весной, 4,5 миллиона, были чисто окружных денег. Ну, 3 миллиона, это, конечно, хорошая сумма, но вот в наших условиях, вот сегодняшних, при дефиците бюджета, хотелось бы больше нескольких средств получать. Вот есть ли у нас возможность получить больше федеральных средств? Больше федеральных средств получить? Это вопрос достаточно такой тоже сложный, потому что лимиты устанавливаются на федеральном уровне, и воздействовать на них у нас не так много рычагов. То есть мы им не можем написать о том, что, ребята, дайте нам тоже 5 миллионов по софинансированию, как мы 5 миллионов, так и вы 5 миллионов. Они до нас доводят лимиты, говорят, на Ненецкий округ выделено вот в этом году 3 миллиона 80 тысяч, и эти деньги еще вам предстоит выиграть и подтвердить, что вы их сможете реализовать и использовать в соответствии с условиям соглашения. То есть тут еще такая процедура. Такие конкурсы ежегодно проводятся? Да, конечно, мы участвуем ежегодно, и в следующем году обязательно будем участвовать в существующих экономических ситуациях. Это очень актуально для нас, и не только в существующей, а дополнительное финансирование предпринимательства. Если есть такая возможность, мы, конечно, будем использовать эти все механизмы и возможности. Эти средства, которые получили начинающие предприниматели, в течение какого срока они должны их реализовать? В течение года они должны реализовать данные средства. Установлен срок год, так как у нас, мы знаем, зимой и летом основные завозы, чтобы предпринимателям было удобно и не успели сделать все, что задумано, мы устанавливаем годовой срок. В течение первого года они ежеквартально нам отчитываются о реализации средств, представляют все необходимые документы, договора, накладные, оплату, квитанции и платежные поручения, и по итогам года в течение еще трех лет они будут предоставлять отчеты о хозяйственной деятельности для того, чтобы мы могли проводить анализ эффективности использования средств гранта и эффективности вложения в ту или иную отрасль. У меня вот такой вопрос. Сколько вообще было конкурса грантов за все время существования? За все время существования, наверное, сейчас достаточно сложно сказать, потому что... Вот за последние пару лет, когда мы активно уже... В 2015-2016... Два в 15-м, два в 15-м. Получается, четыре конкурса и порядка там... Сколько предпринимателей получается? В прошлом году гранты получили 15 предпринимателей, в этом году 14. Мы можем говорить сейчас уже о какой-то эффективности? Я знаю, что вы мониторите этих предпринимателей, которые получили гранты, отслеживаете их эффективность, их успехи. Мы можем говорить о какой-то пользе, которую уже приносят эти проекты? Конечно, можем. Польза, во-первых, идет, в первую очередь, самому предпринимателю, то, что его профинансировали. Это самый главный вопрос. И второе, польза идет округу и населению округа. То есть ряд предпринимателей закрыл такую эксплуатацию. Ну, к примеру, поставка яиц перепелиных, поставка сельхозпродукции, молоко, коровы, то есть животноводство. То есть, в принципе, полезность как самому предпринимателю, так и округу, так и населению. Вот для округа это, естественно, налоги. То есть, во-вторых, социальная значимость – это трудоустроенные люди к этим предпринимателям. Да, не все предприниматели устраивают себе на работу сотрудников. Какие-то, если маленькие объемы, они сами ведут деятельность. Но есть у нас предприниматели, которые трудоустроили двух-трех человек. А не было неприятных случаев, когда вот грант пришлось вернуть? Не было такого еще у нас? На моей памяти, то ли в 2013, то ли в 2014 году был возврат гранта, но там была инициатива самого предпринимателя, он понял, что проект не стоит реализовывать, и был возврат гранта. То есть по собственному желанию. Остальные предприниматели все работают успешно. Ну, работают, и вот совместно с фондом постоянный мониторинг осуществляется предпринимателей. Не только отчеты, которые я вижу в квартале, они представляют, но вот у ребят с фонда закреплен. То есть за каждым сотрудником закреплен ряд предпринимателей. Ну, грубо говоря, у каждого по пять предпринимателей. И задача фонда не только там собрать бумаги, но также именно осмотр деятельности. То есть мы периодически выезжаем, смотрим, общаемся. Какие-то, может быть, трудности у предпринимателя, с тем или иным. Бывают случаи, когда мы сводим двух предпринимателей для решения какой-либо проблемы, там, третьего предпринимателя, одного из них. То есть оно просто живое в работе все время вот тех получателей грантов. Но, опять же, это не только фонд работает на тех получателей грантов, это касается любых предпринимателей округа. То есть задача фонда именно поддержка предпринимательства, а не только получателей субсидий, грантов и различных видов поддержки. А вот как вы лично считаете, за последние пару лет, какие самые удачные проекты для округа, которые реально приносят пользу, востребованы? Ну, конечно, нам легче всего говорить о тех проектах, которые мы поддержали буквально в недавнем времени, и они уже начали свою реализацию. Это в весенний конкурс мы поддержали там три медицинских проекта, и один из них уже, два из них уже работают, один от кабинета УЗИ, и второй от цельная пещера. Заполярный медицинский центр планируется к открытию. То есть это позволило нам снять напряженность в очереди в поликлинику, допустим, по УЗИ. Люди сейчас могут записаться к предпринимателю, пройти необходимое обследование, получить квалифицированную помощь, соответствующую лицензию предпринимателя имеется. То есть человеку, когда удобно, он записался, сходил, сделал все необходимые себе процедуры. Сергей, а вы как считаете? У нас очень хорошо работает школа английского языка. Вот, студия танцев хорошо работает. То есть, в принципе, ну я считаю, что 90, наверное, процентов это действующие, активно действующие. То есть есть ряд предпринимателей, там незначительных, те, которые еще не успели за этот короткий промежуток времени, допустим, год развиться. Тоже сельское хозяйство, оно не такое, как быстро реализуемое. Вот, они еще в стадии так становления. Вот, а вот такие, которые перечислили, которые, в принципе, начинаются, вся их работа, это из клиентской базы и активности самого предпринимателя, это все успешные предприниматели. То есть их список, перечень просто очень большой, их всех перечислять. Вот, но первое, которое так на слуху, вот, называли. Вот вы уже упомянули о том, что гранты – это не единственная поддержка предпринимательства, а фонд занимается и другими задачами, менее важными. Вот как вы оцениваете предпринимательскую активность вот в последние, там, допустим, полгода, год, может быть? Ну, смотрите, предпринимательская активность, во-первых, сейчас стоит сказать, что предпринимателям сложно. То есть последние, наверное, с конца 2014 года, с октября, когда пошла эта вся ситуация, с долларом и так далее, вот, предпринимателям действительно сложно вести сейчас бизнес. У многих падает выручка, у многих не хватает, там, объема закупить товар. Вот, но тем не менее мы видим ситуацию, что предприниматели регистрируются, то есть появляются новые, вот, и если посмотреть анализ именно зарегистрированных и закрывшихся, то, в принципе, у нас идет прирост предпринимательства. То есть даже в такой тяжелый момент, в такую тяжелую ситуацию в России предпринимательство развивается. Вот, в округе, в данном месте бывает, сравнивать с другими округами, очень хорошо идет вид поддержки. Во-первых, и органы власти доступны всегда, то есть они всегда на связи, не во всех регионах, это можно такую близкую, тесную связь иметь с органами власти. Во-вторых, по возможности выделяются любые субсидии, те же гранты, вот микрозаймы появились, поручительства в фонде имеют, мы неоднократно об этом уже озвучивали. Вот, то есть, в принципе, деятельность округа направлена на развитие предпринимательства, и она в тяжелый момент не сворачивается. Вот, кстати, микрофинансирование и поручительство, мы уже много об этом говорили, в том числе и в этой студии. Какие результаты, может быть, есть какие-то положительные? По микрофинансированию, слава богу, оно, значит, раскачалось, так скажем. То есть у нас после летнего периода пошел большой всплеск заявок, вот, люди активизировались, поняли, что это такое, потому что по самом начале туго шло, боялись, не могу как бы знать до конца, почему, ну туго. Сейчас в месяц поступает 2-3 заявки, это действительно много. Вот, то есть люди поняли, что можно в округе брать дешевые ресурсы для ведения бизнеса, потому что на самом деле для всех важны дешевые деньги, чтобы вкладывать в свой товар, либо предпринимательство. Вот, потому что с финансированием, слава богу, все хорошо. По поручительствам не так у нас активно это распространяется, к сожалению, еще пока что ни одного поручительства мы не выдали, хотя заключили уже три соглашения с банками, но здесь получается такая всесторонняя игра, тут уже задействованы банки и предприниматели, и мы в фонд. И если где-то банк не одобрил заявку у предпринимателя, соответственно, мы поручительство дать не можем. Либо наоборот, банк одобрил заявку, но у предпринимателя есть хороший ликвидный залог, допустим, недвижимость, то ему же не надо наше поручительство. И вот сейчас мы с банком прорабатывали вопрос 5 предпринимателей. То есть все предприниматели, которые заходят в банк, они прежде всего предлагают наше поручительство, потому что это и банку выгодно иметь наше поручительство, лучше, чем залог, и предприниматель, он не рискует своим имуществом. Но вот те предприниматели, последние 5, которые мы прорабатывали, они все идут залогом недвижимости, и той залоговой базы хватает полностью, чтобы покрыть их заемные ресурсы. И опять получается, но мы все равно, в любом случае, мы это не сворачиваем. Деньги с этого вида поддержки не забираются, не перераспределяются. То есть этот вид поддержки, он есть. И при любых семинарах, либо круглых столах с предпринимателями, мы активно эту информацию доводим, что есть такая возможность, она очень полезная. Сейчас мы хотим внести изменения в нашу нормативную базу по представлению поручительства, то есть еще более упростить. Я думаю, это мы когда уже внесем, тогда озвучим, в чем мы это сделаем новость, чтобы сейчас голословно не говорить. То есть еще предпринимателям будет легче брать и дешевле, так скажем, воспользоваться данным видом поддержки. Будем ждать эту новость. Я знаю, что еще есть такой вид поддержки, как субсидии различные. Как с ними дела? Да, субсидии предоставляются Департаментом финансов. Значит, в этом году у нас достаточно большой объем средств, более 6 миллионов, был предоставлен предпринимателям на эти субсидии. Получили поддержку у нас, последним данным, 62 предпринимателя. Субсидии у нас различные. Это и на аренду, и на модернизацию оборудования до 300 тысяч рублей вокруг предоставляют. Это и на оплату жилищно-коммунальных услуг, и подключение к электросетям, и другие виды поддержки. То есть предприниматели активно обращаются с этими видами поддержки, предоставляют документы, и, соответственно, Департамент им выплачивает финансовые средства для того, чтобы покрыть их затраты, часть их затрат. А как можно получить субсидию? Это разовая помощь? Нет, субсидию на аренду, допустим, если говорить о ней, до 200 тысяч в год может получить каждый предприниматель. Можно подать как на всю сумму за год по прошествии времени, либо подаваться каждый месяц, как многие предприниматели у нас делают. То есть он оплатил аренду, предоставил нам договор, платежные документы, еще несколько документов, и мы ему перечисляем часть средств обратно. Наверное, не каждый предприниматель не с любым видом деятельности. Конечно, абсолютно верно. Замечание данное. Не любые виды деятельности поддерживаются в округе, а все-таки приоритетные у нас, которые установлены в госпрограмме. Их достаточно много, и я бы сказал, что совсем мало предпринимателей, ну не так много предпринимателей, которые не попадают под нашу поддержку. И то это связано больше не законодательством Нейского округа, а законодательством Российской Федерации, которое не позволяет нам определенные виды предпринимательской деятельности поддерживать. В округе достаточно широкий спектр, и очень многие предприниматели получают поддержку на покупку оборудования различного, на аренду. Вполне очень много. То есть таким видом поддержки может воспользоваться как начинающий предприниматель, так и уже работающий? Конечно, да. Если гранты мы предоставляем предпринимателям, которые зарегистрированы не более года, то субсидия предоставляется предпринимателю любому, независимо от того, когда он зарегистрирован. Хоть 10 лет назад, хоть сегодня, хоть год он только осуществляет свою деятельность. Соответственно, такие условия для предоставления субсидий есть, и на следующий год, конечно, в бюджете планируются средства для того, чтобы продолжить этот вид поддержки, учитывая, что действительно не совсем простые времена наступили для наших предпринимателей. Эта поддержка остается, и ей все равно уделяется внимание. При достаточно сложном бюджете все равно руководство, когда нам ставят задачу поддержки предпринимательства, развития, и деньги соответствующие будут предусмотрены в госпрограмме. Вот вы правильно сказали, при таком очень сложном положении нашего бюджета на следующий год окружные средства, они будут поделены на гранты? Об этом речь идет ли? Да, обязательно, обязательно, потому что гранты – это как драйвер роста для предпринимателей, для тех ребят, у которых есть хорошие идеи, которые уже вложили часть своих средств, но им необходимо дополнительное финансирование, потому что на начальном этапе бизнеса, все мы знаем, огромные затраты и минимальный выхлоп, даже первое время просто без прибыли, в убыток работают, потому что надо развиться, надо установиться на рынке, занять свою нишу определенную. И гранты являются таким подспорьем, который упрощает прохождение вот этого первого этапа, первого года. И, конечно же, эта помощь сказывается в дальнейшем на услугах для наших жителей. Сейчас они могут сходить и в сольную пещеру, и с детьми могут позаниматься у них английским в удобное время. Пожалуйста. Кстати, смотря вот на список тех людей, которые получают гранты, я всегда удивлялась, откуда вот они черпают эти идеи? Вроде бы как бы не было этого, и мы жили прекрасно, а появилось и хорошо. Это здорово, да. Есть у нас и творческие люди, которые дают нетривиальные идеи, именно новые. Но что сказать по большинству? Все равно анализируют люди свой опыт, свои потребности, свои проблемы. То есть если я хотел бы повести ребенка, допустим, на английский, и столкнулся с такой проблемой, ну вот нет английского, а у меня есть образование педагога в этой сфере. Почему не организовать свой бизнес? То есть бизнес — это что? Это решение проблем других людей, да. Если выявить проблему, то можно легко для нее найти решение. Соответственно, наши жители пользуются данными методами и придумывают идеи, приходят с ними, фонд помогает им разрабатывать и бизнес-планы подсказывают, где необходимо доработать, какие показатели необходимо скорректировать, потому что фонд видит, в принципе, картину по предпринимательству в целом в округе, а когда человек самостоятельно занимается, у него не всегда есть данные по всему предпринимательству. Поэтому иногда приходится корректировать бизнес-планы в сторону как уменьшения, так и увеличения спроса. Таким вот образом. А мы уже можем сегодня говорить, в следующем году, какому сроку, числу готовятся с следующим предпринимателем? Конкурсы грандов. Классически мы стали делать это весной и осенью, для того, чтобы возможность была завести у предпринимателя необходимые товары. То есть подстроились, удобно это, да? Да, удобно время. Если у предпринимателя есть другие какие-то предложения, мы готовы всегда пересмотреть и обсудить с ними, и найти новые точки соприкосновения. Если они скажут, что неудобно им весна-осень, у нас абсолютно все открыто, фонд открыт, департамент открыт, руководитель округа, это тем более открытый. К ним можно писать и на почту, и ВКонтакте, и звонить. Поэтому если вдруг какие-то есть предложения у предпринимателей, мы их с радостью выслушаем и скорректируем в необходимую сторону наше решение. Просто даже вот то, что определили весна-осень, тоже не просто так это было, это выносилось на коллекционные советы, да? Да, в феврале. И были предложения, то ли это объявлять одним конкурсом, то ли это двумя конкурсами. И в первую очередь не как, ну, там, департамент финансов, фонду удобно было. В первую очередь спросили предпринимателей, как вам удобно для ведения бизнеса. И вот эта идея, что на два раза разбить, в принципе, это была идея именно предпринимателей. То есть состава этих предпринимателей, и дальше пошли уже по их идее и по их просьбе. То есть к весне можно смело готовить бизнес-планы, проекты, придумывать что-то, какие-то идеи, легенерирующие. Мы думаем, что да, однозначно необходимо это готовить. И мы будем вообще очень рады, если предприниматели будут заранее обращаться в фонд. Это позволяет наиболее качественно проработать бизнес-план и уже на комиссию представить бизнес-план, который соответствует нашим реалиям и не выбивается по различным показателям из того, что у нас есть. Но последний конкурс показал, что все-таки классически из 30 дней мы имеем активность максимальную последние 7, а то бывают и последние 2 дня. И ребята с фонда работают активно, никому не отказывают в любом случае. И эти последние 2 дня очень накаленные, потому что все несут свои проекты. Иногда люди звонят, говорят, у меня есть такой проект, мы сбросим, посмотрим какие-то рекомендации. А иногда просто приходят, здравствуйте, пожалуйста, на конкурс грантов. У меня есть идея. Да, у меня есть идея на конкурс грантов. Мы говорим с удовольствием, пожалуйста, оставляйте документы, и, конечно, человек проходит, участвовать для того, чтобы его оценили, бизнес-идею, рассмотрели вопросы финансированные. То есть двери открыты для всех? Двери открыты абсолютно для всех, любые средства связи, электронная почта, запросы. Мы понимаем, что официальные запросы, в принципе, они уходят уже в бытие, электронное общение. У нас электронные адреса всегда есть и на сайтах, и есть телефоны фонда и департамента. Всегда можно по любому вопросу, который касается предпринимательства, брать, звонить, разговаривать. Мы стараемся всегда помогать и решать вопросы предпринимателей. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам за интересную беседу. Я надеюсь, она будет очень полезна нашим предпринимателям, тем, у кого есть идеи, те, кто хочет получить средства окружного гранта. Спасибо. Спасибо. Это было актуальное интервью. Увидимся.